Привет! В этом видео я хочу поделиться решением проблемы, которая меня мучила достаточно давно, но о которой я задумался только в тот момент, когда готовил свое другое видео. Поэтому давайте быстренько разберемся, в чем же сама проблема. Мы будем сейчас заниматься тем, что мы будем заворачивать угол для плейна. Это видео будет настолько коротким, что я даже не буду делать какие-то сохранения этого файла. Поэтому надеюсь, что у меня ничего не вылетит. Но тем не менее, давайте сделаем плейн, которому мы будем, собственно, загибать, например, вот этот уголочек. Далее нам нужно накинуть ему нужное количество сабдивайдов, просто чтобы у нас была определенная детализация. Вот, я думаю, столько вот хватит. Затем мы создаем... Нет, прежде чем мы создаем, мы включаем аддон. Мы включаем аддон, который называется Extra Objects. Так, Extra Objects. Он называется вот Add Curve, Extra Objects. Затем мы создаем, собственно, кривую, спираль. И затем мы вот этот вот радиус, мы его уменьшаем, ну, где-то примерно до вот такого вот состояния. И увеличиваем количество шагов до 48, просто чтобы у нас была чуть более гладкая вот эта вот спираль. Затем мы выделяем вот эту точку и делаем Extrude по оси Y. Потом поворачиваем это все как нужно по... тоже по Y. Затем по Z. Нам нужно взять вот в такое вот... вот в такое положение разместить нашу спираль. Затем в Edit Mode выделяем вот эти две точки. Shift-S, Cursor to Selected, чтобы разместить 3D-курсор вот здесь посередине. Правой кнопкой мыши. Set Origin to 3D-курсор. И затем Shift-S, Cursor to World Origin. И выделяем вот эту спираль. Shift-S, Cursor to Selection to Cursor, чтобы разместить нашу вот эту вот спираль по-нормальному в центре нашего мира. Затем что мы делаем? Мы берем вот эту вот нашу... наш plane. Разворачиваем его по оси Z на минус 45 или на просто 45 градусов. Чтобы взять и затем накинуть модификатор кривая. Взять пипеткой, собственно, вот эту нашу кривую. И давайте выберем нормальное положение. Вот по оси Z у нас нормально выглядит, собственно, наш plane. Что мы делаем далее? Мы можем взять вот эту нашу спираль, уменьшить ее, чтобы просто это все не загибалось слишком сильно. И как вы видите, эффект уже есть. Давайте правой кнопкой мыши. Shade Smooth. И теперь, если мы возьмем и все вот это дело выделим. R, Z, 45. Нажимаем еще минус, чтобы вернуть это в изначальное положение. Ну вот в такой вот вид. Теперь возьмем вот эту нашу кривую, которую мы создали. Давайте возьмем и немножко ее подвигаем. G, Y. И теперь вы видите, что наш plane загибается очень симпатично. Можно еще уменьшать, собственно, вот это вот колечко, чтобы просто делать чуть-чуть более такие вот утонченные, что ли, загибы. И, как вы уже поняли, эту кривую можно делать какую угодно, чтобы делать тот загиб, который вам, собственно, нужен. В целом, это, в принципе, все. Я надеюсь, что я помог решить вам эту проблему, которая возникала у меня тоже достаточно продолжительное время. Если вам понравилось, подписывайтесь, конечно же, на мой канал. Если вы знаете какие-то более классные методы, как это можно сделать, например, как в той же синеме, потому что там вообще отдельные инструменты под это есть, то, конечно же, этим делитесь. И я думаю, что я запишу по этому поводу тоже видео. Ну или, если хотите написать какой-то негативный комментарий, тоже можете, собственно, это сделать. Почему бы и нет. В целом, у меня на этом все. Ждите скорых новых видео. Там я кое-что прикольное подготовил. Так что до вашей подписки, до моих следующих видео. Все, всем спасибо, всем пока.